ну что друзья мои мы продолжаем нашу эпопею с ферментацией и сегодня мы продвинулись даже еще дальше вот такая красота у нас получилась замечательная что это что это такое это ферментированная капуста вместе с со свеклой цвета свекла или еще и уже есть можно она мало того там же все сахара берет за счет ферментации они все перерабатывают там же сахар не подъедаются она кислая да то есть это получается что это можно при диетах из этой костерки да и это самое оно очень вкусно хочешь попробовать ну подожди ты я к ну давай я попробую просто сиропчик давай я попробую друзья чего не сделаешь для нашего зрителя прикольно прикольно знаешь вот так вот вот этого только охладить раз вот и под водочку охладил праздники приближаются да дети придут там все это очень мы заготавливаемся но суть этого в чем обычно обычно это все делается с уксусом а нам уксус не годится но ни в каком виде поэтому это все то же самое чтобы вы делали с уксусом для маринования вот такой капусты красный но нет уксуса ну а что вместо уксуса так квашеная капуста с сиропом этим вот квашеным с рассолом да и фактически все живые бактерии никакого уксуса друзья смотрим на живые бактерии никакого уксуса вы видите как триллионы живых бактерий значит по этой банке шастают вкус хороший вот я могу сказать что если кто-то спросит светлана ну а как делать да ну вот смотри я пару дней назад заквасил капусту просто да ну вот к нашей обычной вот закваской даже не совсем закваска потому что я тут дарила предыдущий рассол понимаете чем капуста хороша вчера у нас в офисе во время дня рождения был разговор да жанна говорит да я все время квашу капусту а рассол выливаю я говорю боже как можно выливать самое ценное что там есть и рассол он говорит а для чего он нужен ну во первых его можно просто пить это просто чистые пробиотики их можно просто пить во вторых его можно использовать для всего то есть можно на нем делать сметану из кокоса если кто-то будет делать а что там делать берешь сливки и заквашиваешь их все ребята это живые бактерии которые не портятся со временем потому что они все время подъедают и делают только кислые кислые я взяла остатки старой капусты с большой банкой рассола просто порезала капусту на большие куски это обычно было качаная это обычная качаная капуста единственно что я ее ошпарила кипятком в этой кастрюле оставила в этом кипятке то есть она остывала в нем тут потому что она фактически смотри я вчера ее вечером запасил 12 часов ночи она сейчас уже готова и весь этот процесс убыстрения за счет того что я ее в кипяток положу а предварительно я свеклу на пару отварила значит предварительно я ошпарила кипятком налила в эту кастрюлю она в ней собственно и остывала а свеклу я отварила на пару причем я не переваривала ее я ее сделал мультиварки буквально там на 8 минут то есть она была тверденькая потому что хочется чтобы она такая тверда была хрустящая а тут она уже про ферментировалась она такая кисленькая стала очень интересная значит это раз такое дело ты мне нальешь 100 грамм я пойду на работу у меня сегодня стрим вот я хочешь 100 грамм прям при собой смысле не как я дома приму она уже там к моменту стрима уже пробоете со мной поработать хорошо и Субтитры подогнал «Симон»